приветствую вас друзья мои подписчики зрители моего канала давно не было никаких выпусков у нас на канале казахстан сегодня в основном все выходило на нашем основном канале наш боец точка kz совсем недавно кстати говоря вышел очень интересный выпуск о жалгасе жумагулове вот здесь вот будет ссылочка обязательно зайдите посмотрите там я как раз таки высказываю свое мнение по той сложившейся ситуации как относится к нам казахам ну по крайней мере fight nights global насколько там уважение к нам есть и если она вообще в принципе обязательно заходите на канал наш боец точка kz подписывайтесь оставляйте ваши комментарии сегодняшнем выпуске друзья я бы хотел с вами поговорить об очень интересной теме акиматовских работниках и сотрудниках и постараться как-то знаете квалифицировать этих всех дядя вася и тетя мать да окей и так друзья а вот буквально ну не за 10-15 минут назад я бродил по просторам фейсбука и на информационном портале 1612 я нашел очень интересный видеоматериал который был снят сотрудником астанинского акимата по имени жомар айтказа если я айтказа если я не ошибаюсь друзьям могу ошибиться но это было снято вот именно на камеру мобильного телефона этого парня сотрудника астанинского акимата но нур-султан акимата города нур-султан и либо одного из районов давайте сначала посмотрим этот видеосюжет а потом уже я вам выражу свое мнение а также сделаю обращение к действующему президенту республики казахстан господину асым жомар тока его все внимание на экран вы сломали мой телефон вот так вот вы сломали мой телефон вы сломали мой телефон сломай где вот вы вызывайте вызывайте вызывать вызывайте вызывать вызывайте ты кто такой я 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 за клевету будете отвечать я тоже буду писать заявление она сломала мне телефон где есть на видео какая разница это мое имущество я рожала жопу рвала за этого ребенка кто ответит мне вы мне не можете взять на себя эту ответственность кто ответит за моего ребенка ты за свой телефон жопу рвешь я за ребенка понял вы вот вы такие как вы у меня ребенок не болит и мы его делали каким он был здоровым он здоровым родился а мы за телефон жопу рвете подождите тогда мы ездить на наши дела а 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 в Вы мне жизнь сломали! Жизнь мою! Суки, блядь! Блядь, еще руку мне ромают! Вот этот парень сломал мне руку! Скотина, еще я как телефон сломала! Мне жизнь сломали! Ребенок не болит, стал болит мне! Убивайте мне здоровый! Ребенок было! Они не хотят я тебя снять! Зачем она? Вы снимаете? Нет! Сиди-ка! 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 Вот так вот, друзья! Вы наверняка, я думаю, ну по крайней мере я надеюсь, что большинство из вас смотрел этот видеоролик. И вот с каждой секунды у вас задавался в голове один-единственный вопрос. Парень, ты зачем это снимаешь? Ты с какой целью это делаешь, дядя Вася? Включи свой мост! Ты, ты вообще, ты чё? Ты откуда? Сразу же, опять же, хочу сказать. Вот информационный портал, где я взял этот видеоролик. 1612 оппозиционный портал. Там, так скажем, действующую власть, наше правительство, Ельбасе, в частности, допустим, к примеру, да, там об этом всём говорят не совсем приятно, очень даже плохо. Там запустили какой-то непонятный челлендж. Ну ладно, мы сейчас не об этом. Друзья, знаете, вот есть несколько психотипов сотрудников любой организации, друзья. Несколько психотипов. Сейчас я вам их перечислю. Умный трудоголик, тупой трудоголик, умный лентяй и тупой лентяй. Естественно, самый лучший психотип сотрудника – это умный трудоголик. А знаете, самый плохой, самый нежелательный сотрудник в любой организации – это тупой трудоголик. Вот глядя на эту видеозапись, у меня вот возникает мысль – господи, господа Акимы, где вы проводите вот этот конкурс, что набираете тупых трудоголиков? Потому что тупые трудоголики – они трудоголики, но все, что они делают, они портят. Да? Они делают во вред. Но делают они настолько вот отстарательны и т.п. И вот я смотря на этот видеоролик, я тоже думал – господи, парень! Жомар, ты чего мутишь, дядя Вася? Да ты бы лучше заснял бы себя на видео на свой мобильный телефон, сделал бы камин-аут, сказал бы «я гей и горжусь этим», выкинул бы это все в сеть. Никто бы этого не увидел, потому что всем плевать. С кем ты там под хвост долбишься, так это было бы гораздо лучше, чем то, что ты сделал. Господи, он же… Друзья… Жомар, да, Айтхазе, но если информация правдивая, вот с портала 1612, опять же, я опираюсь на их ресурс. Если это правдиво, то этот же парень, он же до конца не понимал, что он тупит. Он же заснял, он убежал, он же эту запись кому-то передал, он же эту запись где-то опубликовал. Бля, парень, ты чего, господи… Акимы, где вы проводите такой конкурс, а? Где вы ищите вот таких талантов? Я не могу понять, господи, блаженный, его даже идиотом назвать нельзя. Нельзя его назвать идиотом, потому что, блин, Федор Михайлович Достоевский перевернется 700 тысяч раз в гробу. Ха-ха-ха, так вырвала, шучу. Ну, и становится страшно. Страшно от того, что у нас в Акимате, в Акиматах наших работают вот такие вот блаженные, вот такие вот тупые трудоголики. Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, куда мы придем, господи, вот с такой вот, с такими сотрудниками, с таким Акиматом. Я не говорю, что… Я специально акцентирую, друзья, ваше внимание именно на сотрудники. Потому что, да, я более чем уверен, что вот ситуации с этими матерями, инвалидов, детей разберутся. Я уверен, я думаю, я надеюсь, что все будет хорошо у этих женщин. Уверен и надеюсь, что у детей будет все хорошо. Дай Бог вам счастья, здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Я желаю вам этого всего искренне. Но, блин, когда это видеозапись, я в шоке вот именно от того, что есть такие, господи, блаженные… Ой, блин, ну как же так? Ну, это же все, это финиш. Господин Хасамжомар Тухаев, господин президент, обращаюсь сейчас к вам. Пожалуйста, пока ваш срок полномочий не подошел к концу, внесите какие-нибудь предложения в Сенат, в парламент, чтобы должность Акима города и района города тоже, и области была выборочной, выборочной. Чтобы мы могли сами избирать себе градоначальников, начальников районов, областей и т.д. и т.п. Пожалуйста! Ну, мы устали от таких идиотов, которые… Не просто он еще сам идиот, он еще и идиотов к себе тянет. Ну, это уже просто дальше некуда. Ну, это же просто кошмар. Этот парень, он сделал хуже, он сделал хуже самому себе. Он этого не понял до последнего, я не знаю, он сейчас понял, что он ступил, тормозил, вообще нереально. Или я не удивлюсь, что он этого до сих пор не понимает. Вот так вот и живем. Друзья мои, я прошу вас оставить ваш комментарий, вы согласны с моим мнением или нет. Мне очень интересно почитать ваше мнение. Это во-первых. Во-вторых, завтра у нас будет тоже материал, очень тяжелый материал о женщине, которая издевалась над своими падчерицами. Я сейчас вот ищу побольше материала по этой теме. Хочу, чтобы более подготовлено сделать выпуск. И познакомлю вас. Это произошла ситуация в Туркестане. Ну, это так, небольшой, так скажем, да, анонс завтрашнего выпуска. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Ариве дарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok